Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с нашим новым бытовым другом. Итак, для начала предыстория. Почему и для чего мы решили его купить? У меня есть несколько вещей, которые очень сложно погладить утюгом. У них остаются какие-то пятна, заломы, сложно прогладить рукава, остаются полосы, потом их сложно убрать и вот всякие такие проблемы. Также сложно как-то погладить пиджак. Через, надо какую-то марлю, либо через специальную насадку, он тоже какие-то заломы, как-то сложно с рукавами. Специальной подставки под рукава у нас нет. В общем, какая-то вот такая история. И у меня возникла идея, почему бы не попробовать отпариватель. Много раз в магазине я видела, как продавцы делают вот так, чик-чик-чик-чик-чик, и у них идеально глаженные вещи. Я стала искать, смотреть, какие же бывают отпариватели. Первое, на что я наткнулась, это отпариватель вот с такой емкостью внизу. Здесь вешалка, здесь плечики, на которые вешать, и длинный такой провод, и вот такая штука, которая ко всему этому присоединена. То есть, вот эта штука, ну такая же, тут ручка и большой бак. Выглядит это все примерно как пылесос, а то может быть даже и побольше. Плюс еще от пылесоса, вот от этой емкости идет вверх такая труба и вешалка, плечики. То есть, занимает место это, ну как человек, как будто бы где-то еще нужно поселить одного такого человека. Я представила, что ставить его некуда, но идея у меня осталась. Мне надо думать что-то еще. Мне попалась информация про ручные отпариватели. Вот это у нас сейчас ручной отпариватель. То есть, он занимает совсем мало места. Ну то есть, вот. Нагревается он достаточно быстро. И мне эта идея как-то я загорела. Думаю, куплю ручной. Прочитала отзывы, почитала комментарии, почитала вот эту силу и поняла, что для тех целей, которые нужно мне, там когда-то пиджачок освежить, когда-то платье подправить, какие-то блузки, там труднодоступные места, которые сложно там рукава прогладить. Ну то есть, не то чтобы как основной инструмент для глажки белья, там начиная от джинс и заканчивая всеми в мире футболками. А так вот для некоторых избранных вещей, я поняла, что мне вполне этой штуки хватит. Давайте сейчас разберем его плюсы и минусы. В принципе, касаются любого, ну плюс-минус было больше говорить про наш. Конкретно про наш. Во-первых, у нашего не очень удобная вот эта вот штука, чтобы наливать воду. Вот посмотрите, такое очень маленькое отверстие такое, в которое нужно тоненькой какой-то леечкой заливать, чтобы туда попасть и не разлить. Это, конечно, не очень удобно. Ну, как у других, не знаю, я других вот это отверстие не видела, у нашего такая. Минус любого ручного отпаривателя, это небольшой вот этот вот бачок. У некоторых, мне кажется, даже меньше, потому что он в ручку вот так встроен. То есть, хватит не на много вещей. Но мне хватает примерно на три вещи, если футболки такие вот, не платья какие-то. Примерно три там кофты, две футболки хватает вот этого количества воды. Дальше, естественно, могу его залить, и он будет работать дальше из минусов. Что еще из минусов? Прям очень-очень сильных заломов он не сработает. Ну, то есть, вот прям если очень мятая какая-то вещь, он ее не пропарит. Он ее отпарит, но все равно будут видны вот эти заломы. Но дальше вот у нас будет в продолжении видео, там пример, какие вещи отпаривала. И вы увидите, что нормальные вещи, которые нормально гладятся нормальным утюгом, он отпаривает. А вот те, которые утюгом сложно прогладить, он тоже как-то сложно гладить. То есть, я думаю, что джинсы, скорее всего, наверное, нет. Но вот простые блузки, кофты, куртку я пробовала, дальше на видео покажу. Справляются прекрасно. Я, если честно, ожидала гораздо меньшего. То есть, освежить пиджак, какую-то футболку, которую даже вот вы поносили, нужно придать ей опрятный, аккуратный вид на следующий день. Говорят, что он, ну не только он, а вот все они убирают, убивают какие-то бактерии, там что-то вот это вот может быть обеззараживает. Ну, я никак не могу это проверить, но, наверное, за счет горячего пара действительно это так. Говорят, что он убирает посторонний запах. И, например, если одежда пропахла там табачным дымом или еще чем-то, то тоже запахов не будет. У меня как-то не было одежды с запахами, чтобы сравнить, действительно ли это так, не могу тоже сказать. Ну, наверное, тоже, да. Освежает действительно, приводит как-то вещь в порядок достаточно быстро. Дальше в видео это покажу. То есть, основные его плюсы. Это компактность, это скорость нагревания. Он нагревается 30 секунд. Удобство использования. В принципе, его даже можно взять с собой, если хочется. Сложности использования, давайте скажу. Нужно найти такое место, где его удобно будет использовать. То есть, это кажется, что там повесил вещь, и пусть она висит. Важно сделать это повыше где-то. То есть, чтобы низ вы могли придерживать, чтобы он не нагибался. То есть, какое-то место удобное для его использования. И нужно приноровиться. Одной рукой проводить этот отпариватель, другой как-то немножко оттягивать, ну, расправлять вещь. Еще прочитала такой момент в интернете, что нельзя слишком оттягивать вещь. Можно ее растянуть под действием сильного пара. Якобы она может растянуться, потерять форму. Ну, у меня такого не случалось, но сильно, тем не менее, тянуть не стоит. Вроде бы все я характеристики, его преимущества и недостатки огласила. То есть, основной недостаток, что мало воды у него хватает. И якобы не сильно вот эта подача пара. Но, повторюсь еще раз, по сравнению с напольным, подача пара точно такая же. В подаче пара он проигрывает парогенератору. Но парогенератор стоит в разы дороже. То есть, там, ну, в 5-6 раз это самый минимальный парогенератор. Из классных функций, которые есть именно у нашей модели, что он отключается, когда заканчивается вода. Как мне кажется, это здорово. Что не нужно держать кнопку постоянно, вот, включенной, когда ты отпаришь. То есть, ты один раз нажал, и пар идет. Потом отключил, и пара нет. 900 граммов он весит без воды. То есть, с водой, ну, там, 200, наверное, да, вот так вот вес. Ну, то есть, ну, я не скажу, что это очень легко, но и несложно. В принципе, на 2-3 вещи точно можно справиться. Я этой покупкой очень-очень довольна. Я уже переотпаривала несколько вещей в доме. Дальше в видео я покажу распаковку, когда мы его только принесли, стали открывать и знакомиться с внутренним содержанием. И мы отпарим несколько вещей, и покажем прям как на ваших глазах, как он отпаривает, с чем не справляется, что у него получается классно. Его характеристики. Мощность 1500 ватт, вертикальное горизонтальное отпаривание, отключение при недостатке воды, съемный резервуар воды, не разбрызгивает, не проливает воду, без гладильной доски используется, подходит для деликатных тканей. Насадка в нем имеется вот такая. Сейчас мы ее посмотрим. Это для деликатных тканей, считается на ней такая вот мягкая тряпочка и щетинки. Керамическое покрытие подошвы, индикатор нагрева, ручка, кнопка извлечения, кнопка включения, кнопка подачи пара, резервуар для воды. Итак, давайте открывать. Фирма нам эта совершенно неизвестная. Никаких о ней положительных или отрицательных отзывов мы не знаем. Выбрали мы ее, потому что по характеристикам он лучше, чем аналоги известных фирм, допустим. То есть у него мощность 1500 ватт, когда при таких же отпаривателях более известных фирм 1000-1200. Плюс еще у него сила, как правильно сказать, сила подачи пара, вот это вот 30 граммов в минуту, по-моему, там измеряется. Так, как его достать? Провод. Кстати, вот длину провода мы как-то не зафиксировали. Поверхность керамическая, вот такие желобки, как раз таки для того, чтобы пар распределялся равномерно, а не бил прям сразу в ткань. Ну, посмотрим, действительно ли это так. Воду лучше всего использовать либо кипяченую, либо фильтрованную, ни в коем случае не из крана, потому что накипь, потому что, ой, наливать неудобно. Нужно только тонкой струйкой такой. Как горизонтально, да, вертикальный отпаривание. Я так поняла, что ему можно так это делать, отпаривать, и положить, допустим, на гладильную доску вещь, и вот так вот. Не во всех ручных отпаривателях есть такая функция, то есть некоторые можно использовать только в вертикальном положении. Итак, изучаем кнопки. Выключатель питания, емкость для воды, кнопка для извлечения резервуара, ручка, индикатор, красный нагрев, зеленый готов, кнопка подачи пара, нагреватель, мощность 1500, производительность грамм в минуту 25, а заявлено 30 было, кстати. Емкость резервуара 30, длина шнура 1,9. Тем временем я возьму кофту, которая у меня постирана в стиральной машинке, и ничем не глажена. Вот здесь вот я ее повешаю. Вот видно, что она достаточно мятая. В принципе, она не такая, как хлопковые какие-то вещи, которые прям мятые-мятые, сильно-сильно, но тем не менее, чтобы пойти, ее нужно погладить. Я на всякий случай, так как я деду первый раз в жизни, сделала кофту на левую сторону, чтобы не испортить. Страшновато, если честно. Пар идет приличный. Итак, начинаем отпаривание. Сначала я ничего. Я делаю это первый раз в жизни. Я, если честно, не знаю, на каком расстоянии. По видео я видела, что достаточно близко. И также я еще слышала, что нужно ткань немножко натягивать, чтобы расстрелить. Ровно через даже меньше минуты, смотрите, вся кофта готова к выходу на работу. По-моему, это шикарно. На ней не видно никаких капель. Ну, может быть. Может быть. Вот после пары она немножечко влажновата, мне кажется. То есть в идеале это делать все-таки заранее. Ну, не перед тем, как зимой выходить на улицу. Ну, мне кажется. Вот есть немножко какое-то ощущение, что она... Сейчас... Ну, она выглядит классно. Смотри. Что еще я хотела попробовать? Для чего, в принципе, я это покупала, эту историю? Рукава. Когда гладишь утюгом, всегда вот здесь вот остаются стрелки вот такие. Но это мне не нравилось, и их потом нужно разглаживать, как-то приспосабливаться, либо специальную стойку покупать к гладильной доске. Он у меня не слишком мятый рукав, но тем не менее он после стирки. Да, если ближе делаешь, он прям вот сразу лучше виден результат. Все, рукав готов. Ну, вот прям чувствуете, что он горяченький, немножко влажный. Супер! Я очень довольна. Я решила взять свою самую привередливую, самую вредную блузку. Гладить ее утюгом практически невозможно. Я ее не ношу, потому что я не могу ее погладить. Во-первых, утюг оставляет, если использовать воду, на ней остаются пятна. Во-вторых, без воды утюг ее не берет. Он ее не проглаживает, плюс оставляет всякие полосы на рукавах и на других там частях. Очень какая-то вот такая ткань, я не могу даже объяснить, какая-то привередливая. Что хочу сказать? Эту блузку я постирала, и она очень долго у меня сушилась. То есть, она вот прям пересушенная. Так получилось, что я там подзабыла на сушилке, и она висела, висела, висела. То есть, я думаю, что если бы я сейчас ее взяла только вот постиранную и так сильно не пересушила, но вот видно, что она ну очень прям мятая, прям ужасно мятая. Плюс я делаю левой рукой, прошу заметить. То есть, там, где нет очень сильных вот этих вот складок, заломов, там вообще классно. Там, где они есть, ну не скажешь, что прям вот чуть-чуть все разгладила. Еще раз повторю, что это для эксперимента самая вредная блузка. Еще плюс я ее очень сильно пересушила. Если бы я постирала и нормально подсушила и может быть сделала, было бы, я думала, что лучше. Я, скорее всего, с ней так и поступлю. Вот результат. Можете сравнить. Вот он рукав, да. Он очень мятый. Но еще раз повторюсь, что это какая-то такая ткань, хотя она легкая, приятная к телу. Ну, я не могу объяснить, что это за ткань, но она даже утюгом, вот я не могу разгладить. Первая мысль у меня купить отпариватель возникла как раз таки, когда я купила вот эту блузку. Потому что я ее стирала, начинала гладить, не могла погладить и отправляла опять в стирку или куда-нибудь в шкаф висеть. Поэтому в целом, в целом, то, чего я ожидала от этого агрегата, он даже перевыполняет план. Итак, пробуем куртку. Еще для чего очень нужен отпариватель, это вот такие всякие куртки, плащи и так далее, которые невозможно погладить утюгом, потому что, ну, они вот из такой ткани. Мы их на сезон, вернее, на несезон, убираем куда-нибудь в пакет, не знаю, в вакуумную упаковку и так далее, куда-нибудь в шкаф подальше. Достаем примерно в таком виде и, конечно же, хочется как-то немножко его разгладить. включаем наш супер-агрегат. И наши заломы исчезают на глазах. Я не скажу, что она становится супер, как вот какая-то атласная, отглаженная вещь, но, в принципе, для куртки этого и не нужно. Смотрите, какие были заломы, вот они. проходят буквально раз, два, три я провожу. Все, они исчезают на глазах. Вот, у меня не очень удобно здесь, как правильно сказать, место для того, что я делаю. Вот. Я считаю, что это отлично. Это просто супер. Итак, на этом наше видео мы завершаем. Мы познакомили вас с новым нашим чудо-прибором, который живет теперь в нашем доме. До новых встреч. Всем пока. Делитесь в комментариях, у кого какие отпариватели, пользовались ли вы ими, получается, нет, для чего используете. Будем рады получить ваше мнение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok